Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во второй воскресный день по Пятидесятнице мы чествуем угодников Божиих, которые просияли нашу землю. В этот день Церковь чествует сон святых угодников Божиих, земли русской просиявших, и тем самым мы, дорогие братья и сестры, величаемые подвиги тех угодников Божиих, которые после крещения Курсив осветили нашу землю своими слезами, пастром, кровью и подвигами. Очень часто бывает так, что человек на земле, когда хочет решить какой-то сложный для себя вопрос, связанный с обращением к начальству, ищет путь так, чтобы пойти не напрямую, но заручиться поддержкой тех, кто близок к его начальнику. Так происходит в некотором смысле и у нас с вами, братья и сестры, в духовной жизни. Не всегда мы имеем дерзновение взывать в Бог. Не всегда мы дерзаем просить о каких-то своих нуждах непосредственного Господа, но прибегаем к молитвенной помощи тех угодников Божиих, которые преуспели в той или иной добродетель. Очень часто мы, не дуга, не терзаем сразу молиться по Господу, что Господь истерили. Но исполняемся молитвенных прошений, предстоя перед образами этих угодников Божиих, как в частности святителю Лукемпевенскому, как великомученику Суителю Контиримы, преподобному Агапиту Печерскому, Адемиану-целебнику Печерскому, Айпатию-целебнику. И верим в то, что от них теплые молитвы и ходатайства перед престолом Божиим принесут к нам чаемое здравие. Так же, как когда отправляемся в путь, хотя мы и спрашиваем у Господа благословения, но очень часто просим молитвенного заступничества у святителя Николая. Когда человек начинает какие-то вопросы, связанные с торговлей или с делами бизнеса, или с делами, которые касаются недвижимости, вызывает человека святителю Спиридону, или великомученику Иоанну Суителю, или великомученику Трифону. Когда человеку предстоит утратный подвиг, он обращается к великомученику Иоанну Суителю Георгию и великомученику Дмитрию Мироточивому. Этот список можно продолжать бесконечно. Когда в учебе мы призываем на помощь преподобного Сергия Радонского, преподобного Нестора Литописца, и когда болеют дети, выбегаем к помощи того же великомученику и целителю Афанте Лимона, хадатайского преподобного Стиляна, подгонского и чадо-заступника. И много можно приводить таких вот примеров, когда святые уводники Божии являются теплыми хадатаями о том, чтобы не только наследовать нам жизнь бесконечную и Царство Божие, как великие и неоценимые дар, но и в жизни земной не оставляют нас. Очень часто мы прибегаем к благословению Благородицы, которая большая по благодати, нежели все святые и ангелы Божие, честнейшие крови, мы славничаем в сравнении с Арафим, и она и спрашивает у своего Божественного Сына нам милости, которых мы на самом деле не заслуживаем. И вот, когда мы чествуем святых уводников Божиих, которые просеяли в наших землях от князя Владимира и Ении Ольги до современности, до тех святых уводников Божиих, с которыми нас разделяют десятилетия, потому что есть благочестивая традиция, что не ранее, 30 лет после кончины подвижника благочестия его могут канализировать. И вот Гильдок к нам и преподобный Кукша, детский, и всего 99 лет отделяет нас от представления Господу правильного иония детства. Есть святые уводники Божии, которые совсем недавно жили и являли пример святости своей жизнью. Для нас, братья и сестры, святость, это не что-то такое далекое на страницах книг или в рассказах. Есть люди и в нашем храме, которые воочию видели святых. И для нас, братья и сестры, святость должна восприниматься как нечто достижимое и как то, чему призван каждый из нас. В прошлый воскресный день мы уже об этом с вами говорили, что святость это призвание христианина. И сегодня мы повторим эту мысль, потому что каждый из нас призывается к святости. Но святость это не безгрешность, потому что, если мы откроем Священное Писание, мы увидим, как категорично Священное Писание говорит о том, что природа человека, естество человеческое повреждено, грехом. Но кто же такие святые угодники Божие? Это те, кто превзошли действия греха, превзошли пораженность своей природы своим духовным делами. Кто-то в совсем недавнее время пролил свою кровь за Христа, свидетельствуя верность в православные церкви, это сон новомучеников и исповедников и из одесских новомучеников, это самый известный священномученик Анатолий, митрополит одесский, и святой мученик Иоанн Тавшаров, который был адвокатом и защищал храмы от незаконного закрытия. Кто-то просиял подвиги исповедничества, как преподобный лучше одесский и монашеском делами. Кто-то в праведности просеял так, например, есть святая Угодница Божия, которую всего два года назад, на луках, в день прославляли, возглавил чин прославления нашего Жениша. Это праведная Иулита Педан, жительница ПГТ Петровская в Кировоградской области нынешней. Она прождалась Господу в 1958 году и ей сопутствовал в подвигах святитель Николай, и когда она подвязалась на клиросном послушании, ее благословили иконы святителя Николая, сам святитель Николай являлся, подав ей ключи, три ключа от храма, от домов и от тюрем. И вот интересный случай такая глубина веры, потому что это обычная мирянка, которая входила в храм, ее арестовали, как это часто было, когда преследовали людей за то, что они верующие, ее арестовали и закрыли в одной из тюрем. Но в тюрьмах были такие вот чудеса, связанные с блаженной Иулитой. она выходила беспрепятственно из тюрьмы, вот потому, как повторимся, святитель Николай ей ключа даровал в одном из явлений. И она туда же по смирению своему возвращалась. Вот один из случаев, когда она выходила из тюрьмы, прошла мимо охранников, а затем набрала правы для того, чтобы полечить туберкулезных заключенных. И когда она заходила обратно, ее на контрольно-пропускном пункте не впускали обратно вернуться в свою камеру, она потом представилась и сказала номер камеры, и тогда удивленные охранники пустили ее обратно. Однажды, желая поиздеваться над тем, что над религиозным чувством и улитых подкидыша, младенца, которого просили родители, принесли под отделение милиции, сказали и улитых, у которой дочь, а у нее было пятеро детей, у которой дочь, когда была в возрасте 15 лет, младшая дочь, ей сказали, что если она верующая, если ее Бог есть, пусть она грудью воскормит этого ребенка подкидыша. И вот какая сила веры была у современных подвижников благочестия, потому что на самом деле что такое 58-й год от нас подстояло. Блаженная улита, обратившись ко Господу с молитвой, воскормила этого ребенка, он уже сейчас, конечно, в возрасте, и зовут этого человека Владимира. И как раз материалов на канонизацию этой угоднице Божией этот случай также фигурировал. Святость достигаема. И каждого из нас Господь зовет к святости. И наша земля от князя Владимира от Днепровских год до сегодняшнего дня от древних лет богата божественной благодати. Наша земля это удела Царицы Небесной и вертоград подвижников благочестия, вертоград благодати Божьей. Пусть же каждый из нас почерпнет этой божественной благодати, молитвенного заступления наших друзей о Господе, глядя на которых мы можем совершенствоваться в вере, совершенствоваться в добродетели и последовать в горнее Царство Божие, к которому мы призваны, потому как Господь говорит, будьте святы, как и я, как и Отец мой Небесный Свят есть. Пусть же молитвами святых убодников Божьих в нашей земле просеявших Господь дарует всем свое благословение и милостыню, благословит всех нас миром, радостью и укрепит нас в чувстве непреложного упования на него.